В Министерстве внутренних дел Тувы состоялись мероприятия, приуроченные ко дню сотрудников органов внутренних дел и столетию советской милиции. В честь векового юбилея в Доме народного творчества прошло торжественное собрание. Открыл мероприятие «Марш тувинской милиции», под который знаменная группа республиканского МВД внесла в зал знамена тувинской милиции и полиции России. Со знаменательной датой и профессиональным праздником ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел поздравил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Тувы Вячеслав Макаров. Этот юбилей – прекрасный повод для того, чтобы вернуться к далеким историческим событиям, к людям, которые стояли у истоков. С праздником вас, дорогие друзья! В честь юбилея многие сотрудники и ветераны министерства были удостоены высоких наград. Так, благодарностью главы республики отмечены 4 сотрудника регионального МВД. Медалью МВД России за отличие в службе 1-й степени награждены 49 сотрудников. Медалью МВД России за отличие в службе 2-й степени – 78 сотрудников. Медалью МВД России за отличие в службе 3-й степени – 112 сотрудников. Заслуженные награды были вручены также восьмерым ветеранам Министерства внутренних дел по республике Тыва. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественные мероприятия завершились концертом, подготовленным силами сотрудников различных служб и подразделений министерства. В минувшую субботу Ассоциация автомобильных школ Тувы провела 3-ю республиканскую конференцию. Представители автошкол республики обсудили вопросы подготовки водителей, а также нововведения в прохождении экзаменов на получение водительских прав и о проверке госавтоинспекции автошкол. Что необходимо вот этот именно документ о взаимодействии с автошколами и ГИБДД. И в этом году его приняли, вот этот приказ 32-33, это есть. И вот продолжение к нему, вот этот вот новый проект, то есть они идут, он необходим, но там есть у нас замечания тоже, мы будем вносить. Кроме того, на конференции присутствовали и представители ГИБДД Тувы, которые озвучили статистику любителей пьяной езды и аборийности за 9 месяцев текущего года. Также в рамках конференции прошли и соревнования. Шесть инструкторов состязались за звание лучшего. По их словам, неважно за сколько минут предстоит пройти задание, главное передать свои знания будущим водителям. Сложно это заключается. Как бы дойти до души ученика, чтобы он правильно выполнял движение на полигоне и в городе. Соблюдал правила дорожного движения. В основном ПДД, чтобы лучше все знал. Далее участники перешли на практическую часть. Состязание на автодроме, где необходимо пройти задание за минимальное время, не задев конусы. Для увеличения сложности многие элементы необходимо было выполнить также задним ходом. Проезжает тоннель задним ходом. Это упражнение в состав экзаменационного не входит. Главная цель конкурса – повышение профмастерства сотрудников, осуществляющих подготовку будущих водителей. Ведь чем выше профессиональный уровень инструктора, тем лучше он относится к выполнению своих обязанностей.